Чебоксарскому городскому собранию депутатов Как все начиналось, кто стоял у истоков и как за это время изменился город Обо всем этом прямо сейчас Далекий, неспокойный 1993 год В стране кипят политические страсти В конце сентября, начале октября происходит так называемый расстрел Белого дома Ельцинский переворот 12 декабря всенародным голосованием принимают новую конституцию Которая с некоторыми изменениями действует по сегодняшний день Затем происходит реформа местного самоуправления А уже в 1994 году россияне выбирают новые представительные органы местного самоуправления И столица Чувашия не исключение В одних городах России представительные органы местного самоуправления Получили название городских дум В других городских советах Ну а в Чебоксарах городского собрания депутатов Путь к нему был непростой Вспоминает председатель избирательной комиссии 1994 года Были свежи в памяти события октябрьские 1993 года Городское собрание мы практически избирали целый год Это, наверное, такой претендент, которого никогда больше не было Но так получилось Ну, получилось так, что в законе была заложена норма Явка избирателей должна была быть не менее 50% от тех, кого занесли в список Ну, мы полагали, наверное, может быть, какой-то мере и наивно Что вот по опыту советских времен У нас люди придут, как обычно, дружно проголосуют Но, в общем, так не случилось Поэтому у нас были две попытки Привести выборы Первый – это в марте Мы не смогли это сделать А потом это продолжилось летом Май-июнь То же самое У нас попытка оказалась безуспешной Ну, с учетом вот таких обстоятельств Законодатели, видимо, задумались Что-то надо делать Внесли поправку в закон Вот этот порог 50%, он был уменьшен до 25% То есть Ну, мы полагали, что, наконец-то, наверное, мы это сумеем сделать И в декабре, в конце концов, выборы мы сумели провести То есть мы, встретив захода, избрали городское собрание депутатов Мы понимали, что на нас тоже какая-то ответственность лежит за результаты выборов И не просто за то, чтобы они состоялись А за то, чтобы был сформирован такой работоспособный все-таки орган Тогда было особенное время К управлению стремились многие Всем нужна была свобода, демократия На демократической волне выдвигались на выборах 13 марта 1994 года по кругам по 9-10 человек А активных желающих кандидатов было очень много И в результате 50% бордир тоже не могли пройти И у нас, соответственно, вышли в депутаты самые активные, самые смелые, самые инициативные наши депутаты Вот эти 15 человек Этим людям приходилось решать актуальные проблемы Ведь речь шла об элементарном выживании в постперестроечном периоде Закрывались заводы Сокращение было очень значительное Появилась безработица Зарплата выдавалась В общем, по несколько месяцев не выдавалась Поэтому вопросов было много И даже вплоть до того, с материальной помощью Как жить? И вот в такой обстановке приходилось работать Я даже вспоминаю такой момент Когда депутаты в каком-то отчаянии от безысходности Некоторые говорили Чем тратить деньги на этот залив Не лучше ли дать людям песку килограмма по три? Конечно, это было в отчаянии Депутаты, конечно, были разных характеров Разных темпераментов Разных политических убеждений Но когда наступал момент Делать все, как говорится, для единения Во имя города и горожан В общем, принимались решения правильные Пожалуй, особенно тяжелым Для новоиспеченных депутатов Стало принятие первого консолидированного бюджета города На 1996 год Тогда у каждого района столицы Были свои собрания и свой бюджет По бюджетным вопросам депутаты сидели до 11 часов И не выходили Игумнов Анатолий Александрович Он еще говорил, еще время только 20 часов Время еще только 22 часа До 22 часов И сидели, работали И даже это как бы уже принималось в обычном порядке Доходов было мало А столько нужно было сделать Предложений было много И по ремонту школ, и садиков Ну, различные предложения Это, конечно, было невозможно все учесть Но старались по возможности И в конечном итоге Не с первого обсуждения А со второго Даже с третьего Бюджет принимался И город работал Изучив опыт других городов Депутаты приняли решение Объединить бюджет районов В одну городскую казну Время показало Решение было верно Среди других важных решений Которые приняли депутаты первого созыва Был устав города И статус столицы Чувашской республики Города Чебоксары О нем ветераны вспоминают С особым трепетом Раньше мы законодательной инициативой Не обладали С принятием новых законов В местном самоуправлении Мы стали обладать законодательной инициативой И мы вышли Государственный совет Чувашской республики С проектом закона И нас поддержали И 16 июля 96 года Все-таки приняли этот закон И этот закон нам давал возможность Получения дополнительной финансовой помощи Для города Изменились времена Изменился город У нынешних депутатов Другие проблемы Но задача осталась прежней Сохранить стабильную работу Городского хозяйства Основу этому заложили депутаты Первого созыва За 20 лет в Чебоксарском городском собрании депутатов Сменилось пять созывов И в нем есть свои, что называется, старожилы Сегодня мы побеседуем с одним Вернее, с одной из них Это Ирина Клементьева Депутат третьего, четвертого и нынешнего пятого созыва Ирина Всеволодовна, здравствуйте Здравствуйте Вы стали депутатом больше 13 лет назад Вот как это случилось? Почему решили представлять волю народа? В силу того, что я всегда испытывала настоящую потребность Помогать людям В 2001 году я решилась выставить свою кандидатуру В городское собрание депутатов Тогда я думала, что у меня много сил, энергии Я люблю жизнь, хочу что-то сделать хорошее И с этим надо поделиться с людьми В 2001 году состоялись выборы в январе Избиратели меня поддержали, поверили мне И вот, кроме того, я еще подряд участвовала в выборах В 2005 году, в 2010 годах И, в общем-то, прошла горнила всех этих выборов И, в общем-то, довольно, наверное, долго работаю Хотя время летит очень быстро За это время очень много выполнено наказов Поручений моих избирателей Мой избирательный округ – это мой второй дом, можно так сказать Я хочу, чтобы всем людям, живущим в округе, в городе Было уютно, комфортно Чтобы социальное самочувствие горожан улучшалось Все-таки я работаю в социальной отрасли И меня очень волнует, как наши дети, как наши пожилые граждане себя чувствуют Чем можно им еще дальше помочь Поэтому работа, она не кончается Работа, она продолжается Конечно, время говорит о том, что сейчас, наверное, другие проблемы нас волнуют В отличие от тех, которые были в 2000-х, 2001-х годах Все-таки тогда была не очень стабильная обстановка в стране И в городе очень было много вопросов Шло формирование власти, представительного органа власти Самоуправления в городе Чебоксары И поэтому мы пережили в то время много разных реформ Но я вижу, что у вас желание работать, энергии не меньше, чем в 2001 году Да, энергии есть, желание общаться с людьми, любить людей Самое главное, тогда можно работать депутатом А вот скажите, помните какое-то первое важное, может быть, судьбоносное даже решение для города Которое в составе депутатского корпуса вы впервые принимали в статусе депутата? Как я сказала, нестабильное тогда было время И поэтому нас сейчас, может, это не волнует Но в то время нас очень волновали, допустим, народные дружины Потому что ушло одно, другого не пришло Нужно было создать такие народные дружины для порядка в городе И я помню, как мы за счет городского бюджета смогли сформировать народную дружину Нас поддержали в Государственном Совете Чувашской Республики И, конечно, кроме того, правила благоустройства города Они создавались, утверждались Даже сегодня очень многое, что мы меняем в этих правилах Но, тем не менее, именно административные штрафы Они должны были быть тогда прописаны Очень много было споров, очень много было разговоров Но самое главное, что работая в городском собрании Тогда в первый раз я участвовала в изменении устава города И уже и четвертый, и пятый созывы мы также участвуем в разработке проекта нового устава Но тогда это было впервые И, в общем-то, наша жизнь после этого самоуправления в городе изменилась Потому что менялся порядок выбора депутатов Количественный состав и так далее Много что изменилось А вот есть что-то еще, чем запомнился особенно третий созыв? Ваш первый созыв? Ну, третий созыв Это время, когда в основном работали очень много людей в социальной сфере Потому что у нас было много руководителей школ Директора школ, главные врачи медицинских учреждений Предпринимателей было достаточно мало Да, были руководители предприятий Но бизнесменов всего два человека было Женщин вообще-то было тогда намного больше 14 женщин было в городском собрании депутатов И сегодня, к сожалению, такого уже нет Это у нас, когда женщины не боялись идти в местное самоуправление Выдвигать свои кандидатуры А тогда, в общем-то, социальных вопросов было достаточно много И нам нужны были представители всех социальных служб города Вот если говорить о нынешнем созыве Насколько я знаю, всего три представительницы прекрасного пола Кого работается в мужском коллективе? Ну, женщинам, наверное, в коллективе мужчин неплохо Работается, но в то же время все-таки хорошо Когда нас должно быть чуть больше Потому что коллектив будет слаженным, хорошим Когда есть и мужчины, и женщины Гендерная обстановка должна быть стабильной Но я не скажу, что депутаты меня, допустим, обижают Они всегда прислушиваются Мы работаем очень конструктивно Надо прислушиваться к мнению хоть женщин, хоть мужчин Если это умные мысли, почему совместно не работать И не принимать нормальные решения Вот если опять возвращаться к составу Сейчас в основном это предприниматели Крупные, серьезные Как думаете, с чем связано? Это раньше времена, другие были сейчас? Сейчас у нас, во-первых, уже в этом составе И в пятом составе депутатов Намного больше молодежи Это уже молодой состав депутатского корпуса И больше предпринимателей Потому что сейчас приходится решать больше экономических, юридических вопросов Очень хорошо надо знать юридические основы Потому что мы принимаем разные нормотворческие документы И без знания юриспруденции просто невозможно обойтись Если сравнивать город на момент третьего созыва И вот город сейчас Как вы думаете, насколько изменилась столица Чувашия? Столица Чувашия заметно изменилась Если раньше у нас было 45 депутатов Сейчас 33 Но это не ведет к тому, что мы стали жить хуже Город наш цветет У нас очень много программ развития Тем не менее, мы должны эффективно тратить деньги И на жилищно-коммунальное хозяйство Потому что у нас должно быть тепло в домах Вода должна быть всегда хорошего качества Поэтому очень много внимания уделяется И проблемам жилищно-коммунального хозяйства Ну и капитальный ремонт домов Это очень важная часть работы депутатской Мы принимаем решение о капитальном ремонте домов А сейчас так изменилось законодательство И тем более вместе с избирателем Мы должны работать над теми планами, которые у нас есть Ну вот несмотря на то, что город такой красивый Благоустраивается, проводятся какие-то события мирового масштаба Все-таки всегда есть что-то, что еще, наверное, хочется сделать Что еще не успели реализовать Вот у вас это что? Да, много хочется чего сделать И это не так много получается 5 лет Потому что сделал, 5 лет прошли И вновь то же самое приходится поправлять, украшать Но есть некоторые дела, которые мы еще не сделали Допустим, я очень много убеждаю своих коллег-депутатов Что все-таки надо посмотреть к состоянию нашей работы По охране гуманной, охране нашей природы, экологии У нас есть очень много проблем в содержании бездомных животных Сейчас рассматривается закон на уровне Российской Федерации О содержании собак Потому что очень много случаев, когда есть агрессивные собаки И они не бездомные, но они оказывают очень плохое последствие То, что мы видим на экранах Чтобы такого не было, должен быть принят закон на уровне Российской Федерации Принят закон на уровне Республики И мы уже сами в городе также будем принимать свои решения Чтобы город был чистым Люди понимали, если ты завел собаку, должен иметь какую-то ответственность Это все должно быть прописано на уровне Российской Федерации Поэтому создание приютов Создание гуманных способов отлова животных В общем-то, все это делается для того, чтобы наши дети росли все-таки добрыми Не видели вот все эти негативные моменты Надо делать все, чтобы, как в европейских странах У нас были площадки для выгула животных Потому что мы делаем дворы комфортными, уютными Но и где-то надо находить вот такие отдельные места для выгула собак Ну вот те программы, планы, которые вы перечислили Я думаю, что это хорошо понятно всем чебоксарцам Я думаю, что горожане поддержат Спасибо большое Я напоминаю, мы беседовали с депутатом чебоксарского городского собрания Ириной Клементьевой Ну а теперь от истории к нынешним депутатским будням В данное время в Чебоксарах проходят так называемые Дни депутата Побывала на них и наша съемочная группа Что народные избранники делают для города и горожан Что построено, отремонтировано Какие изменения в жизни столицы намечаются Каким грандиозным событием чебоксары готовятся Обо всем этом чебоксарцы могут узнать, к примеру, из нашей программы Однако в так называемые депутатские дни Народные избранники рассказывают про это гражданам лично Со своими избирателями Владимир Радин встретился в Центре социального обслуживания Такие коллективные встречи очень важны для избирателей Говорят о сделанном, о перспективах и, конечно, вспоминают прошлое К примеру, Владимиру Анатольевичу пришлось на себе Опробовать безопасность новой карусели в Лакреевском лесу А еще весь год депутаты вели борьбу с продажей так называемых фанфуриков В рейды по аптекам народным избранникам приходилось выходить и днем, и ночью Асерталин? Вот он Уже такая заготовка лежит на кассе То есть никуда не надо ходить, она уже лежит на кассе В результате большинство городских аптек подписало меморандум Согласно которому они добровольно отказались от продажи спирта, содержащих настоек С еще одной проблемой отсутствием освещения в дубовой роще В Новоюжном районе до конца разобраться пока не получилось По объективным причинам Освещение не можем протянуть по причине того, что сам лес не является территорией города Сейчас вопрос решается по поводу передачи Но этот вопрос очень долгий, он решается уже не один год, честно говоря Чтобы передать его городу Иначе это будет признано нецелевым расходованием средств, если город туда выделит средства Тем не менее, меры для безопасности горожан приняты В роще организовали специальные патрули Еще одна извечная проблема, с которой горожане идут в приемную депутатов – ЖКХ Большая проблема остается в домах, общежитиях Вопрос там, конечно, по отдельным учетам прибора никак не решается Мы пытались провести собрание Брали на примере дома 2-2, это девятые пятилетки Хотели провести собрание, чтобы собрать более 50% голосов Станет хотя бы счетчики на этажах Но, к сожалению, собрать такое количество подписей не удается Впрочем, пожалуй, дольше всего Владимир Радин перечислял адреса домов и улицы, где отремонтировали дороги и решили вопрос с парковками Но собравшимся тоже было что рассказать депутатам К примеру, о том, что через улицу Кукшумская ходит только маршрутный такси И то только по одному маршруту Это полностью мы лишены вообще какого-либо транспорта А мы, кстати, многие имеем проездные Проездные тоже стоят очень дорого И вот, значит, выходят Раньше были два автобуса на нашем маршруте Два, 17-й И вот, чтобы выйти и поехать в центр города Или в северо-западный Или на базар, вот на Гагарина Получается, идти пешком с проездным на руках до Ровесника Это три остановки Три! А дороги у нас уж не ахти какие Я сейчас обязательно записал, значит, и обязательно как-то вопрос поставлю по поводу маршрута, да, который мог бы здесь проходить Также жители подсказали Владимиру Радину пару аптек, где все еще торгуют фанфуриками Рассказали о круглосуточном кафе в жилом доме, шум из которого мешает спать О завалах мусора возле одного из магазинов района Все эти вопросы теперь взяты депутатам на карандаш Это прямой контакт с населением, то, что немаловажно Потому что многие люди заняты И не всегда имеют возможность прийти в общественную приемную Они иногда не попадают по времени А такие встречи, когда мы все вместе собираемся И приходят люди, задают вопросы наболевшие То есть многие вопросы часто повторяются Здесь мы все их рассматриваем, как бы сообща Подобные встречи ярко прорисовывают круг задачи И это самое важное В ближайшее время работы будет предостаточно у всех народных избранников На что жаловались избиратели еще одного округа Выясняла наша съемочная группа Темными-темными дворами по темным-темным улицам Так наша съемочная группа добиралась до места съемок Школы номер 19 Там депутат городского собрания встречался с избирателями Так что, когда прозвучал вопрос про освещение, мы не удивились Антон Ковалев отметил, вопросом занимается В конце ноября собрание будет рассматривать бюджет на следующий год И на прокладку сетей наружного освещения по адресу проспект Мир 21А Средства планируется заложить Планов на ближайшее будущее вообще много Все они составлены по конкретным запросам горожан Сильно сетвали они один год Игерский бульвар 3 и проспект Мира 11 И, ну, это получается совместный двор По тому, чтобы там разместили детский городок Хочу озвучить то, что в этом году средства на это заложены Потом детский городок Нам удалось договориться, чтобы в бюджет на следующий год заложили на проспект Мира 23А Адресов, где теперь весело и с пользой смогут провести время дети Как и улиц, где предстоит ремонт, прозвучало несколько Впрочем, к этим планам не помешало бы добавить еще пару пунктов, отметили жители Так, у дома номер 11 по проспекту Мира во время осадков можно плавать на лодке Пожаловались жильцы А еще, пожалуй, проблема не только района, но и целого города Новый пешеходный переход на проспект Ивана Яковлева Там нет светофора и произошло уже несколько серьезных аварий Я заходил к начальнику отдела транспорта Иванова Проговаривал этот момент Я говорю, на каком основании Во-первых, там был какой момент Убрали светофор Светофор Трехполосное движение, получается, скоростное И были уже, по-моему, пару случаев Пару случаев сбивали людей Они говорят, что Для чего ставить, получается, светофор Если мы Если мы расширили дорогу для того, чтобы убрать пробки Я говорю, ну, вы понимаете Вы, получается, лечите одно, а калечите другое Я думаю, нам удастся Там будет, получается, сделан надземный пешеходный переход Выделены деньги на это Это будет пилотный проект От того, что предстоит сделать, перешли к тому, что уже сделано Как раз благодаря активности избирателей По многим адресам решен вопрос с парковками Установлены детские городки Отремонтированы проезды Проложены тротуары Сейчас, когда строят новые микрорайоны Изначально уже закладывается количество парковок по СНИПу Количество детских, получается, городков И так как основная часть города Это жил фонд 70-х годов Существуют проблемы Проблемы парковок Проблема ремонта асфальтового покрытия Потому что последний раз в некоторых местах Ремонт производился вообще В 80-х годах прошлого века По этой причине Возникают большие недовольства В этих встречах участвуют домкомы Председатели ТСЖ И также Жители Те жители, которым не безразлична Судьба округа И которые имеют возможность Выделить время И проговорить Какие-то проблемные моменты На этом программа Местное самоуправление завершается До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова